Лето подходит к концу. В Волжском артеке заключительная смена. Для школьников самое время доделать задания на каникулы, в том числе по литературе. Вероника Третьякова, отдыхая в лагере, времени зря не теряет. Перечитывает произведения любимого писателя. По словам руководства лагеря, библиотека в Волжском артеке работает ежедневно. Запасы книг постоянно пополняются. На сегодняшний день их более двух тысяч. Поэтому в прошлом году библиотека переехала в более просторное здание. Постоянные потоки детей в библиотеку нас очень порадовали в этом году. Причем в каждую смену. И дети с удовольствием читают и ту литературу, которая им рекомендована в школах для летнего прочтения, и читают научно-популярную литературу. С начала сезона услугами библиотеки в лагере смогли воспользоваться более тысячи ребят в возрасте от 6 до 18 лет. По мнению активистов Народного фронта именно с книги начинается любовь к родине и воспитание в подрастающем поколении патриотизма. Общественники даже составили список произведений, которые, по их мнению, должен прочитать каждый подросток. Я думаю, что если мы сможем этот список продвинуть и на уровень Приворского федерального округа, по возможности и на территории Российской Федерации, то мы через год, через два получим людей, которые действительно будут больше подставлять плечо в тех сложностях, которые, к сожалению, сегодня встречаются на пути. В список необходимых книг вошли произведения русских классиков Пушкина, Гоголя, Толстого, а также самарские авторы. Некоторыми книгами активисты Народного фронта пополнили и полки библиотеки Волжского Артека. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.